Здравствуйте, добрый день! Меня зовут Витаминкин. Может быть, вы, если смотрите сайты.ру, то вы читали ответы на вопросы по разделе «Семья» или вы читали рассказы в блоге. Сегодня мы с вами начнем серию занятий по книге Рафа Пинкуса «Рата молитвы». Но сначала я вам расскажу историю. В одном местечке появился воришка. Люди запирали двери, запирали окна, и все равно он проникал. Они вставали утром, и нет, нет ценных вещей, он их унес. Вроде все заперто, проверяли задвижки, проверяли засовы, все закрыто, а вещей нет. Не могли бы поймать и не знали, кто это. И один раз сидел поздно ночью, раввин этого местечка и учился. И это, естественно, был единственный свет, единственный дом, простите, где горел свет. Тем не менее, Раф учится перед ночью, вдруг он слышит шорох. Сначала не обратил внимания, а потом шорох, все яснее, 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 явственнее слышится. Вдруг он слышит бум. В печке, весь вымазанный сажей, оказывается человек, он упал сверху. И раввин его спрашивает, что ты здесь делаешь? А тот, кто выпал из этого хода, не растерялся. Говорит, ой, Рэбе, у меня к вам срочный вопрос. Такой срочный, что ты именно таким образом сюда попал? Да, да, очень-очень срочный вопрос. Прям не терпеть отлагательства, я должен немедленно знать ответ. Ну, хорошо, говорит, раввин, какой у тебя вопрос? Это он говорит, у меня вопрос такой, как мне отсюда быстрее выбраться? И это то, что часто происходит с нами, когда мы затрагиваем вопрос, связанный с молитвой. Или саму эту тему. Я помню, что моя подруга когда-то мне рассказала об этой книге, когда она вышла и сказала, ой, это такая книга про молитву, какая книга. И я на нее посмотрела, думаю, какой ужас. Нет, я эту книгу никогда не буду читать про молитву. Достаточно того, что надо молиться. Но еще про это читать, нет, это страшная скукота, это просто тоска. Тоска смертная. Нет, я не буду это читать. Про молитву еще раскачиваться, это ассоциироваться с каким-то таким нудным и ужасно скучным. И тем не менее было в ее глазах что-то такое, какой-то такой блеск, что я все-таки решила посмотреть, что это за книга. Можно сказать, что она изменила мою жизнь. И теперь, даже после того, как я прочитала несколько раз, всегда бывают в жизни моменты, когда непросто, когда сложно, или когда неспокойно на душе, или когда чувствуешь, что что-то нужно, какой-то духовный заряд, и чего-то не хватает, что-то ушло. Очень важный из жизни, из ощущения жизни. И тогда эту книгу можно открыть буквально в любом месте и прочитать несколько предложений, прочитать два-три предложения или абзац. И тогда оказываешься вроде в та же ситуации, та же жизнь, те же обстоятельства, но оказываешься в какой-то другой жизненной плоскости. И в этой плоскости все не так страшно. И в этой плоскости есть надежда, и в этой плоскости есть свет, и есть мир. Потому что мы, люди, ужасно любим загромождать свою жизнь не только внешние проблемы, но и внутренними проблемами и конфликтами. И не всегда мы видим выход, и нам кажется, что невозможно с этой ситуацией никак справиться. Но если мы понимаем, что есть другая плоскость жизненная, и в этой плоскости нашего понимания в ней присутствует Творец, который ничем не ограничен, и Он может всё, тогда не так сложно, не так сложно. И есть в жизни и понимание, и вера, и вера в других людей, и вера в себя, и надежда, и свет, и мир. И что интересно, пишет Раф Пинкус, что молитва — это, по сути, разговор двух живых существ. И мы понимаем, что мысль о Творце реально ставит человека перед Творцом. Нам кажется, что Творец — это некая такая абстрактная сущность, которая сотворила этот мир. Многие сегодня понимают, что он не сам так возник, этот мир сотворён. Но Он сотворил этот мир, и Он так издалека. Но на самом деле, Он такая же реальность, как этот стол, как эта книга, как этот... Как всё, всё, что здесь присутствует. Может быть, Он намного реальнее, чем мы сами. И можно с Ним говорить. Потому что Всевышний — это навредие на святом языке, и навредие на святом языке называется «едитнефиш». Это очень близкий друг. Не «хавер», знаете, на еврейском языке есть слово «хавер», который означает «друг». Нет, есть другое слово «едит». «Едитнефиш». «Едит» — это не просто «друг», это очень близкий друг. Интересно, что это слово, оно однокоренное слово со словом «дот» и «давид». «Давид» и «дот» на святом языке пишется одинаково, но читается по-разному, и имеет разное значение. «Давид» — это имя, оно означает «любимый», и «дот» — это «дядя». И в связи с этим, интересно, такой момент, не связан напрямую, но просто интересно обратить на это внимание, что почему «дядя» — это такое же слово, как и «давид», он одинаково пишет, только произносится по-разному, и что-то «любимый». Потому что для ребёнка папа — это, конечно, он любит папу, но папа тоже иногда наказывает. А дядя «дот» он не наказывает, он только приносит подарки. Поэтому это он любимый. И нам тяжело поверить, что он слышит нас, Всевышний, и ему важно то, что с нами происходит, и наши все душевные переживания ему также важны. Иногда человек понимает, что нужно молиться, и это принесёт ему пользу, и это даже его обязанность, и это даже вообще здорово с разных точек зрения. И даже, тоже снова отступлю, простите, есть сегодня терапия помощи ребёнку преодолеть разные психологические проблемы с помощью молитвы. То есть ребёнок даже не будет наторгиваться на ребёнок или наторгиваться на семью, имеет значение ли тот, кто оказывает ему помощь. И человек, ребёнок пишет молитву, это поднимает его, внушает ему надежду. Что есть кто-то, который услышит и принимает эту реальность. И человеку почему сложно начать разговор? Есть несколько моментов. Один из моментов, кажется, если бы вы знали, ну, могу так сказать, если бы вы знали, насколько я лоббеседер, я много чего наделала, и глупости наделала, и сейчас делаю, и как я после этого могу разговаривать с Творцом? Мне неудобно, это неловко, это неправильно, я не могу. Ещё может быть какой-то момент такой, человек чувствует, ну, у Всевышнего и так много всего, занятость высокая. У него межгосударственные проблемы, глобальное потепление, ядерные установки в разных странах. И что, я со своим проблемами? Но это странно. Не буду я его мучить и морочить ему голову своими мелкими человеческими какими-то ерундой. Не буду. Неловко. И это очень распространённое такое ощущение человека, но откуда оно пристекает? От недостаточного сознания того, что мы все очень любимы им, и что у нас очень близкий друг. Он едит, но друг и он не фиш. И друг души. Человек, близкий друг, это тот, кто, ну, понятно, поможет в трудную минуту, то есть только на которой выслушает, который поймёт, которому не надо очень много всё описывать со всех сторон, который сразу понимает, знаю, люди знают друг друга много лет, они уже, не нужно много слов, они сразу понимают, в чём сложность, где непросто. И Всевышнему тоже не надо много рассказывать, если человеку тяжело рассказывать. Он может обратиться к нему, но для этого нужно понимать ясно, что это реально, он к нему обращается, и Всевышнего готов их слушать. и что каждое человеческое существо любимо им и дорого ему. даже про египтян, когда они, после того, как мучили евреев столько лет, они гибли в море, и ангелы хотели воздать песню Всевышнему, хвалы, за то, что гибнут притеснители еврейского народа, и он им сказал, мои творения гибнут, а вы будете петь. Даже и такие нечестивые, жестокие, страшные люди, как и Вьетцяне, они все равно творения Всевышнего. Так что мы простые обычные люди, не самые праведные, не самые страшные, с нашими ошибками, с нашими какими-то необычными жизнями. Конечно, все мы очень трепетно им любимы, и это то, что нужно себя к этой мысли приучать. Само по себе, оно не возникает. И мы можем думать, ну, кто достигнет высоты такой целостности в молитве? Наверное, это тот человек, который на таком уровне духовном, у него чистота кристальная мысль, и он высоко стоит в духовном уровне. На самом деле, говорит Рафпинкус, это не так, то есть, это совсем не так. И даже он говорит наоборот, если человек слишком занят своим духовным уровнем, и он, это его уводит от настоящей жизни, это будет от искренности, от себя, от других людей. Не это то, что дает человеку, на самом деле, глубокое понимание и рост в разговоре с Творцом, не это, а совсем другие вещи. Это время. во-первых, это время. То есть, нужно, чтобы у человека было время, кроме молитв, в которой он молится, потому что так восстановили наши мудроцы, но и время разговаривать со Всевышним и рассказывать им о том, что с нами происходит, как бы мы рассказывали нашему настоящему близкому другу. и можно рассказать обо всем, и можно просить обо всем, даже утром спешкой мы не можем найти второй ботинок ребенка, и мы можем все выше, пожалуйста, пожалуйста, очень нужно, или мы не можем найти зимнее пальто такого фасона. Конечно, какая глупость, что я буду его беспокоить фасоном зимнего пальто, которое я хочу купить. Любая вещь мы можем в него просить, потому что отсюда проистекает понимание, что нет ничего, что не касалось бы его. Он в нашем внимании, может быть, мы недостаточно ощущаем его величие, потому что только кто-то очень-очень большой, кто-то по-настоящему великий может разговаривать с кем-то маленьким. Обычные люди тяжело разговаривать с маленькими, у них не хватает терпения. Маленький это может быть или маленький ребенок, или человек не очень высокого уровня развития и так далее. У людей нет терпения. Только на самом деле человек, который очень высоко стоит в плане развития своей человечности, он может говорить с кем-то очень маленьким, с кем-то, кто ниже его по уровню вызывания, воспитания, культуры, неважно. И надо понимать, что величие Всевышнего настолько необъятно, что он настолько большой, что он может разговаривать с кем-то очень маленьким. И кто-то очень маленький это мы. И это первая вещь, понимание, что он наш близкий друг. Второе понимание, то, что мы сейчас сказали, это величие его в районе восприятия, в котором мы не в силах объять. То есть у нас наши материальные когнитивные параметры определения реальности, они не достают до такого уровня, которое могло бы понять, охватить и воспринять его огромность. Это касается, я не только говорю про духовные миры, которые мы вообще ничего не понимаем в лучшем случае, но даже в физическом плане мы можем представить о каком, даже если мы говорим о нашей галактике, какого она размера, даже нашей физической галактике, в которой мы живем, мы можем представить себе какого это объема, какого это величины это пространство. Вы знаете, есть и звезды, которые горят на небе, мы их видим в вечернем небе, на самом деле они потухли, они много лет назад, свет потух, они уже не горят, но расстояние между нами ими настолько велико, свет продолжает идти до нас, хотя они уже не светятся, то есть это десятки, сотни, тысяч световых лет, мы можем это понять, или то, что касается времени, второй параметр определения и физического мира, пространства, и времени, то, что касается времени, и время, мы знаем, что такое время, время это определение только физического мира, когда Всевышний создал этот мир, он создал его десятью речениями, но если мы посчитаем этих речений девять, не десять, а где же десятое речение, на самом деле оно не десятое, оно первое, когда Всевышний создал мир, как мы это читаем в Торе, вначале сотворил Бог небо и землю, вначале это и есть то самое первое речение, которое сотворило время, потому что без времени нет физического существования, но Всевышний он над временем, и то, что нам кажется сейчас неразрешимым, для него, который выше времени, он видит ситуацию целиком в перспективе, мы видим только маленький кусочек, так как будто мы ездим и едем на поезде и видим в окно поезда ландшафт, который между нашими глазами, Всевышний видит всю эту карту сверху, и нам кажется, что время проходит, потому что мы едем с одного пункта в другой, и что-то меняется, какая-то есть последовательность событий, но он видит все сверху, он видит всю последовательность событий, то, что над временем. И его имя Всевышнего, оно за его имен, тот, который был, есть и будет, оно как раз и определяет эту власть над временем. А второе имя одно земля Всевышнего это место, маком, то есть наше существование, а не то, что он, мы существуем и он, мы существуем, он образовал мир таким образом, что мы в нем, мы существуем в нем и он место этого мира. И третий момент, который может нам помочь понять, что такое молитва и правильно к этому подойти, это понимание нашей приземленности, кто мы такие. Так, как сказал один из писателей, мы пыль, пыль вечности. Если мы представим себе вечность, как мы не можем себе представить, но представить себе гору зерна, высотой трехэтажный дом. Такой пример приводит наши мудрецы. И раз в тысячу лет прилетает птичка, берет одно зернышко, одно и улетает. И через тысячу лет приулетает другая птичка и берет еще зернышко. И так раз тысячу лет. Представляете, сколько времени потребуется, чтобы разобрать эту гуру зерна в личной трехэтажный дом? Фантастическое количество времени. А кто мы такие? Сколько времени мы живем? Какая это ерунда. И вместе с этим надо понимать, что нельзя терять надежду. Нельзя терять надежду. Любой ситуации мы должны знать, что несмотря на нашу никчемность и земную приземную, все это, что мы живем во времени и ограничены пространством у нас есть друг, душевный друг, которым мы можем говорить все, которым мы можем всем поделиться. И у каждого человека есть внутри какая-то такая ниша, которой он не всегда может со всеми поделиться. Или он стесняется, или он даже не может слов он не может таких подобрать. он пытался когда-то поделиться, его не поняли. Даже близкие люди, которые его хорошо знают, он не поняли, потому что бывают такие моменты, в которых человек даже не может словами это передать. Или это слишком лично. Есть кто-то, кто-то этот, он очень близкий друг, который поймет даже без слов. И это одно из открытий и права пинкуса. Для меня это было открытие в нашем занятии, мы будем еще об этом говорить в продолжении, но можно молиться Всевышнему без слов. То есть даже то, что мы не можем определить словами. И об этом, кстати, говорит Давид Амелех в своей книге «Ты линь». Он говорит «Всевышний, прими мою молитву, пойми мои мысли». То есть у человека какой-то ворох мыслей, который он даже не может сформулировать. Но только Всевышний может это понять. И кроме того, другой момент, когда человек не может сформулировать, иногда бывает такая тяжелая ситуация, или ситуация, которая состоит из настолько многих наслаивающих друг на друга сложностей или проблем, что человек вроде пришел молиться, но с другой он не понимает, с какого конца вообще это начать, начать об этом рассказывать. Это настолько все запутанно и сложно. И он говорит какие-то два слова и все. Или может быть ситуация, когда человеку очень тяжело очень тяжело и он может только кричать. Не обязательно кричать так, чтобы все рядом шарахались, можно кричать в сердце. Можно стоять, и никто в двух шагах не обратит внимания, но можно кричать Всевышнему и это молитва. Это молитва, которая достигает Всевышнего. и бывают разные молитвы. И в этой книге Рапшимшин Довид Пинкус об этом говорит. Он пишет сам в предисловии, что его книга не является каким-то пособием для того, чтобы вдохновить человека на молитву, для того, чтобы настроить его, на какие-то необыкновенные душевные порывы, чтобы его сердце изливалось и так далее. Совсем нет. Его книга о том, что есть 13 путей. И у человека множество просьб, и множество потребностей, и множество моментов, которые он хочет рассказать, и которые хочет попросить. И он просит, и он не знает как. Не знает как. Например, представляете, едет грузовик, и он хочет приехать грузовик, ну, какой, высокий, и он едет под мостом. А на мосту такая табличка, высота проезжающего транспорта, скажем, не больше 3,5 метров. И этот грузовик не может проехать. Что ему делать? Ему нужно ехать в объезд. То есть у разных молитв, в смысле у разных просьб, или у разных душевных состояний человека есть разные пути, разные каналы, как это молитва, это просьба, это этот вопль, или что бы это ни было, этот разговор Всевышнего, чтобы он достиг, чтобы он прошел. Потому что это удивительно, это так, если человек молится, но это не подходит, не подходит, эта просьба к этому каналу, она не пройдет, то же как грузовик не пройдет под мостом, который ограничен высотой. Или иногда ему нужно проехать вокруг, иногда ему нужно проехать по бездорожью, иногда нужно водным путем иногда эта просьба должна быть послана реактивным самолетом иногда должно быть послана ракеты а иногда она должна быть послана спутником спутник висит и он все время посылает сигнал все время сигнал еще сигнал вы понимаете что это пример и человек когда начинает молиться всевышлему бывает часто он не может молиться не может у него не не выходит вообще нет настроения или он настолько душевно сметен сметение душевное или так сложно ему что он не может сосредоточить или он и мысли у него в разброс и он что-то такое говорит и не получается никого лета ну ну что сказала сам не понял что говорит рафпинкос именно когда тяжело именно когда не получается именно тогда нужно влезть именно тогда нужно разговаривать со всевышним он приводит пример если представляете но это боль для юных людей но мы можем понять например если люди пошли искать клад том соль помните как они мальчишки любят искать клад но скажем взрослые сознательные люди пошли искать клад и они взяли лопаты и они начали рыть под деревом по карте которую старые пираты закопали под дубом неважно и они копают копают нет клада копают 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 тоже почти обкопали все дерево снаружи и они вдруг лопата уткнулась что-то тяжелое идет и что они говорят а ну тут не получается копать пойдем отсюда скажем вы что вы с ума сошли вы не получается копать чтобы на что-то наткнулись такими на тут и надо копать именно тут и надо приложить усилия и то же самое касается лица чек чувствует не идет значит на сердце у него лежит такой камень или у нас только в смятении или что такое именно здесь ему надо приложить в силе надо молиться только нужно знать какое усилие иногда бывает усилие несоразмерное но не подходит не подходит к этому канал надо знать как то есть для того чтобы достичь цели чтобы наша молитва действительно принесла пользу кроме того есть две вещи есть разговор со всевышним это уже для души большой свет если нам повезет и мы умеем правильно настроить это большой свет большая ясность и кроме того если человек просит он хочет чтобы его молитва достигла всевышнего чтобы он ответил именно тогда нужно молиться нужно молиться в соответствии с тем как мы уже сказали что подходит для для этого случая для этого случая Ираф Пинкус приводит такой пример скажем молитва Швунайсера нам мудрецы открыли секрет как они сказали мы можем общаться к творцу чтобы он принял нашу молитву во первых нужно сначала поблагодарить а потом просить представьте себе пришел сын к папе к отцу и говорит папа дай денег папа очень нужны деньги денег пожалуйста он настроился он знает что он говорит он не просто так слова бросает на ветер он обращается к отцу он знает что это его отец требует денег не очень приятная ситуация но если взрослый сын придет и скажет знаешь папа помнишь три года назад очень было тяжело просто была критическая ситуация и ты так нам помог я просто не знаю как бы мы справились если бы не ты очень нас выручило и знаешь сейчас опять сложно то можно помочь пожалуйста совсем по-другому это звучит правда сначала надо поблагодарить и это касается и молитвы это касается тоже отношения между людьми сказали наши мудрецы и так постановили и так построили молитву что первые три благословения молитвы и шмонайсер 18 благословения то что религиозные евреи говорят три раза в день женщины если они не могут больше говорят один раз в день если могут они говорят два в зависимости от ситуации насколько женщина занята первые три благословения это восхваления и вот скажем написано в молитвеннике и ты всевышний оживляешь мертвых и ты поднимаешь упавших и ты исцеляешь больных кстати исцеляющих и оживляющих мертвых речь идет не только о физически мертвых людях хотя есть такие случаи тоже что врачи признали констатировали факт смерти тем не менее люди ожили это не такая большая редкость и даже не только воскрешение мертвых которые будут в конце дней но и это я слышала ты рванет перец также человек который пал духом потерял надежду потерял радость жизни потерял вкус жизни и он только видит что какой то жизнь приходит рядом с ним потоком а он в стороне от жизни и мы тоже должны просить всевышнего о том чтобы он оживил мертвых человек он не жив скажем у человека у кого то есть близкий друг который в таком удрученном состоянии или у него есть друг или кто то из близких не дай бог который очень сильно болен и вот он в своей молитве доходит до этих слов и он начинает кричать и просить оживляющих мертвых но я не буду кричать но в душе или или дарующий исцеление больными он кричит со всех сил но на самом деле это не то место где нужно кричать иногда нужно кричать это единственный самый разумный самый правильный подход не кричать но сердце но это не тот канал где нужно кричать это канал где надо восхвалять Всевышнего иногда именно эта форма это будет самая подходящая молитва то есть восхвалять Всевышнего и настроить себя на благодарность настроить себя на уверенность то что Всевышний он дарует всем добро и любовь и спокойствие и мир и благословение и настроить себя на то что мы что человек так воспринимает это действительность действительно Всевышний хочет дать нам все дары чтобы нам было хорошо чтобы мы были счастливы не всегда у нас есть достаточно возможность это принять то есть человек может не обладать инструментом не обладать душевной емкостью чтобы это принять ну скажем может быть если такой пример вы говорите кому-то комплимент он говорит а ну ерунда это не я или был случай когда врач ушел на пенсию ему его пациенты прислали письма с благодарностью это был очень хороший врач и он через много лет признался со слезами что он так и не открыл так и не прочитал эти письма он не привык принимать он не может принять то есть человек тоже должен обладать способностью принять принять любовь и принять свет но это можно воспитать то есть человек растет не только физически он может расти тоже как личность он может научиться наполнять свою душу светом и дать своей душе возможность раскрыться навстречу всему хорошему и это иногда внутренняя работа но это работа которая стоит проделать потому что когда действительно реально его сознание его психология его реальная жизнь в него окружение будет намного больше любви больше света и больше мира больше благополучия нам нужно только на это настроиться нужно взять этому время нужно верить в это и благодарить Всевышний что он это дает он правда реально это дает только нужно в это верить и нужно верить в себя тогда мы сможем верить в других людей мы сможем верить на ошибки мы можем верить что они могут измениться что не могут расти как люди и это может быть такая молитва которая благодарность которая вера в то что все вышли может нам дать. И Он нам реально дает. Только мы должны раскрыться. Раскрыть и раскрыть душевные залежи того неприятия, которое у нас есть. И освободить это. И тогда это будет самодейственная молитва. Только нужно уделить этому время. И нужно усилие. И нужно постоянство. То есть молитва это не лестница, которая человек только очень высокий, очень праведный, кристально чистый, может под ней подниматься. Нет, обычный человек, который предлагает усилия соразмерно своим душевным возможностям. И время разумное. И он постоянно в этом. Он сможет через некоторое время достичь того, чего он никогда в жизни не предлагал, что может быть. И его молитва, она будет совсем, иметь совсем другое качество. То есть можно молиться и так же через год, и так же через два, и через пять, и через десять. И в отношении человека к молитве и к эффективности его молитвы в ней ничего не изменится. И придет десять лет, и придет пятнадцать и двадцать, и оно так же останется, как и было в начале. И это жаль, потому что это все равно, что у человека есть и скоростная машина, и гоночная, да, гоночная машина, и он ездит на ней со скоростью сорока километров в час. И он думает, вау, какая скорость. Надо же, как и избы, и деревья проносятся, с какой скоростью. Конечно, это скорость, это быстрее, чем идти пешком. Но ведь можно, есть передатчик скорости, можно на этой машине достичь и восьмидесяти, и сто двадцати, и сто пятидесяти. Можно лететь на этой машине. Так разве не жаль не использовать этого? Еще одну мысль передает Рафпинкус, и это, мне кажется, тайна, которая настраивает нас на совсем другой подход, потому что касается молитвы. Это два момента. Во-первых, может быть такое, что человек о чем-то просит, но он этого не заслужил. Он не достоин того, чтобы это получить. не по своим добрым делам, не по его духовному, не по его душе. Не достоин он, не положено ему. Но если он просит, и просит правильно, он это получит. И с другой стороны, может быть человек, который достоин получить что-то, и он заслужил, ему действительно полагается, но он не просит, он не молится, он этого не получит. И это странно. Мы можем сказать, как такое может быть, но мы же знаем, есть люди, которые не просят, вообще не молятся, вообще не общаются и у них все есть, они живут припеваючи, как может быть такое? На самом деле они это получили благодаря молитве, но может быть молитве своих бабушек, может быть молитве своих друзей, может быть молитве других евреев, которые даже их не знают, но они молятся о всем еврейском народе, они это получили благодаря этому. И в одной из книг, в одной из своих книг Раббанитрухамашайн, рассказывает о своем отце, историю которого она описала в книге «Все для босса». Коль Ладонаколь в одной из своих книг она пишет о том, что когда ее отец был уже в преклонных годах, это был очень правильный человек, он большую часть своей жизни пролил в Америке и пытался наладить там и построил там еврейскую жизнь. Так вот в их преклонных годах, когда она навещала его, она видела, что он каждый день в своей комнате запирался на ключ и он полчаса молился. Кроме того, что он ходил в синагогу и однажды она его спросила «О чем ты молишься?» И он сказал «Я молюсь о евреях России». Каждый день полчаса он молился о нас с вами. И кто знает то, что мы получили в жизни, то, что получили наши близкие друзья или все евреиство России в целом. Как знать, может быть, это заслуга тех его молитв. То есть всегда есть только одно, что приносит человеку и в духовном и материальном плане дары жизни это только молитва. И в связи с этим интересный момент мамы знают, что дети в детстве часто болеют. Маленькие дети, особенно зимой, они просто не вылезают из то кашель, то насмок, то горло, то уши, то снова, только вылечил, снова пошел в садик, пошел в школу, опять подхватил какую-то инфекцию и так до бесконечности. Для чего это так? Афинкус говорит об этом в одной и в другой своей книге, он говорит, что пишет о том, что человеку, маленькому ребенку, но которому ему в жизни потребуется очень много молитв, ему потребуется в жизни, будет у него разная ситуация, где он даже сам не может за себя молиться, он не всегда человек в состоянии, но ему нужно что-то, очень нужно в его ситуациях, а это может прийти только с помощью молитвы, потому что ничего не может быть без этого. И откуда это придет? Это из тех молитв, которые его мама молилась, когда ему было 3-4 лет, сколько там лет, когда у него болели уши, когда у него болел живот, когда у него болело горло, и мама молилась в том, чтобы он выздоровел. И это сейчас молитва, которая ему дарит то, что ему нужно, иногда дарит жизнь, спасает его об опасности, или просто выравнивает ситуацию, в которой он оказался. Поэтому мамам очень важно молиться о детях, и даже, если они не могут это сформулировать словами, но все равно попросить Всевышнего, всегда его просить, чтобы детям было хорошо. И женщины, важно, чтобы они молились о мужьях, о мужьях, о женах. Даже не всегда можно это сформулировать какими-то словами, описать какие-то ситуации, чтобы ему было так, и чтобы ему было так. Мама бывает слишком загружена, чтобы сформулировать точно, что они хотят сказать, и как сказать. Достаточно сказать, чтобы ему или мужу, или ребенку, каждому, чтобы ему было хорошо, чтобы все у него прошло хорошо. А и ребенок, если он идет в Хейдер, идет в школу, чтобы он справился с учебным материалом, чтобы ему было комфортно с друзьями, чтобы у него была хороший связь с друзьями, и чтобы ему было хорошо с учителями, чтобы они его любили. И мама, которая дарит своему ребенку такую молитву, молитву, которая сопровождает его каждый день, и которая... И я просто говорю, чтобы ему было хорошо. Чтобы ему было хорошо, Всевышний уже знает, какая ситуация, как он уже слышит, чтобы ему было хорошо, чтобы ему было правильно, чтобы ему было все, у него прошло гладко. Он уже знает, разберется, к какой ситуации что приложить. Если у мамы нет времени, у женщины нет времени молиться, говорить своими словами. Потому что Всевышний он хочет услышать, он слушает. Но что, бывает, человек молится, и даже ему очень нужно, и он даже кричит. Но все равно он чувствует, что мысли разбегаются в разные стороны, и он не поймет, о чем он начал думать совсем. Нужно было говорить об этом, какие-то мысли все смешались. И ничего толком попросить у Всевышнего о чем-то ему рассказать не получилось. Почему такое происходит? Знаете, здесь, в Израиле, нередко может увидеть такую картину. Скажем, оживленная трасса, утром, люди спешат на работу, на учебу, едут два автобуса, они встречают друг к другу. Они, когда они порогняются, водители останавливаются, высовываются из окон и начинают друг с другом разговаривать. И вокруг гудки, и люди кричат, мы опаздываем, а они разговаривают. Или тоже машины, приходят люди, и две женщины стоят на противоположных концах дороги и перекрикиваются. И тут опять же люди, машины, и крики, и так далее. Они пытаются поговорить, но, естественно, поговорить не получается, потому что это какой-то крик, который постоянно перекрывается уличным шумом. Также и мы, если мы приходим на молитву и чувствуем, что наша молитва перекрывается уличным шумом. Что значит? Это шум, который внутри нас. Это какие-то заботы, которые постоянно нас гложет, или какие-то дела, которые нужно делать, или какие-то разговоры, которые тут с кем-то поговорят. И так всё время человек, он переполнен голосами вещей и дел, которые ему нужно сделать, которые он сделал. И этот шум, уличный шум, он перекрывает молитву. А что происходит на самом деле? Происходит то, что мы не подготовились. То есть человек может прийти, позвонить к телефону и начать кричать, мне очень нужно, мне очень срочно, мне так важно. Но он не набрал номер. Или даже пришёл человек к президенту, и он ему кричит в лужайке Белого дома. Что-то кричит президент, но президент не там, человек даже не зашёл. То есть мы должны понимать, что молитва — это разговор двух живых существ. Всевышнего, который называется Маккор Майм Хаим, источник всего живого, и мы. И так же, как разговор двух людей, необходимо, чтобы двое участвовали в этом разговоре, так же и между человеком и Всевышним, Всевышним человеком необходимо, чтобы участвовали двое. Но если человек ввалился в молитву, не настроившись и не подготовившись, и не попросив Всевышнего участвовать в этом разговоре, то он почувствует, что его мысли разбегаются, и хотя ему очень важно, что-то очень срочное, ему просто необходимо, необходимо, не получается у него разговор, потому что, может быть, Всевышний ушёл. А как мы можем знать, что он здесь с нами? Это какое-то время перед тем, как мы начали с ним говорить, настроиться, то есть подумать о нём. И Равпинкус пишет, что мысли, мысли о Боге — это реальное приближение к Богу, и Бог прилижается к тому человеку, который о нём думает, мысли. Только сама мысль — это уже приближение Бога к этому человеку. Если человек подумал, перед тем, как начать молился, какое-то время он настроился, то это само по себе уже позволяет ему начать разговор Всевышнего, потому что Всевышний присутствует вот тут. то есть либо время и настрой, сознательный настрой, с кем я сейчас начну разговаривать, или выражение благодарности. Выражение благодарности — это тоже настой, это тоже просьба к Всевышнему присоединиться к разговору, который я хочу с ним вести. Мы можем разговаривать с другим человеком, даже если он нас не слушает. Можно представить ситуацию, что люди разговаривают по обеим сторонам забора. И мы не видим того, кто там. Даже как мы не видим Всевышнего, это может человеку мешать, потому что у нас нет физических определений того, что он находится. Нет. Только душевный, только духовный. Ну, неважно, мы не чувствуем. Но, с другой стороны, человек может сидеть и разговаривать с кем-то, кто по ту сторону забора, не видеть его, разговаривать с ним, и он может полтора часа ему что-то говорить. Или по телефону. Может быть, тот человек уже довольно заснул с трубкой в руке, а тот говорит, говорит и говорит, и неважно. Даже если вторая сторона не заинтересована в разговоре, всё равно человек может говорить часами, обращая внимание на то, что второй может и молчит, или спит, или думает о чём-то другом. Но то, что касается разговора со Всевышним, такого не может быть, что он здесь, и он нас не слушает. Он, значит, не здесь, и мы говорим, и у нас не получится говорить, потому что мысли будут разбегаться. И мы только одно можем сделать, чтобы этого не произошло. И это говорит Раф Пинкус в своей книге. Также перед тем, как начать молиться, и я имею в виду молитву Жмуна Исре, или молитва, длительная молитва, мы можем сказать, или короткая молитва, мы можем сказать, и Раф Пинкус пишет об этом. То есть «настрой моё сердце и выслушай меня». То есть «настрой сердца человека» — это тоже подарок Всевышнему. Само по себе это нереально, что человек может, материальный человек говорит живой абстрактной силой. Это невозможно это понять. Это подарок Всевышнему, когда человек может настроиться и говорить с Ним. И чтобы Всевышний тоже выслушал, чтобы Он был рядом, чтобы Он присутствовал при нашем разговоре. То есть «пожалуйста, настрой моё сердце и выслушай меня». И сейчас в преддверии Роша-Шана и Йом-Кипуру происходит такая интересная вещь. Даже люди далёкие от религии, не интересующиеся так. Тем не менее, когда приближается Йом-Кипур, и сам Йом-Кипур, можно здесь в Израиле видеть, это удивительное явление. Почти нет машин. Нет машин. И очень многие не работают. Даже те, кто работают в субботу, и кто ездит на машинах в субботу, тем не менее, люди как-то стараются даже, не очень интересующиеся, но всё равно как-то стараются Йом-Кипуру. Йом-Кипуру не нарушать каждую меру своих усилий. Тем не менее, как-то вот Йом-Кипур это. И мы можем думать, что люди делают такое усилие душевное, и, так сказать, понялись на какую-то ступеньку святости. Это не совсем так. И Равпинку сперва, что Йом-Кипур — это не люди пришли ко Всевышнему. Это Всевышний приходит к нам. Несмотря на то, где мы и что мы, какие ошибки мы наделали в жизни, какие глупости мы сделали, сколько дрох мы наломали, сколько ерунды и чепухи в нашей голове, всё равно не важно. Всё равно в Йом-Кипур Всевышний приходит к нам, и мы это чувствуем. Мы это чувствуем, что он находится близко. И Йом-Кипур — это день, когда можно вернуться домой. То есть весь год мы бегаем и бегаем. Правильно называют, потому что Новый год — это судный день, и Йом-Кипур — день искупления. Это, кажется, такие тяжёлые названия, и не совсем понятно, что нам делать, и как себя настроить. Это слишком что-то такое громоздкое, которое, наверное, для обычных людей не очень подходит. И все эти дни, которые предшествуют к нему, это просто вернуться домой, поговорить со своим старым, любимым, настоящим, самым настоящим другом. Я желаю вам много любви, света и мира, счастья в вашей Душе и в вашей жизни. Всего доброго.